Старая башня, возможно, вернется в следующем сезоне Destiny 2. Мы уже писали об этом в группе ВКонтакте и сегодня поговорим подробнее. Но сейчас настало время поговорить в общем о том, что еще готовит нам следующий сезон Destiny 2 из того, что мы уже знаем. Разработчики пока что не спешат раскрывать все детали, так что вся информация по крупицам собрана из разных твитов, статей и тем на реддите. Итак, что нам сейчас известно о 13 сезоне? Во-первых, название Season of Chozen. Этот заголовок надо тамайнил еще в первые дни текущего сезона Гинсер. Сезон избранного или избранника, наверняка так он будет называться в русской локализации. Теории, которые бы объясняли такое название, фанаты придумали немало. Самое распространенное сводится к тому, что Ворон станет избранным авангардом охотников и займет свое место в городе. Во-вторых, известна дата начала сезона, 9 февраля, что уже через две недели. Из недавнего выпуска еженедельной статьи от разработчиков This Week at Bungie, стала известна иконка-символ сезона, которая также сразу начала обрастать догадками. Кто-то видит в символе Темплара из Рейта Уолта в глаз, кто-то утверждает, что этот символ может оказаться гербом легиона Кабал, под предводительством Каятль, дочери Калуса. Ведь о том, что дальнейшее развитие сюжета будет как-то связано с Кабал, уже указывал видок к текущему сезону, в кадрах которого можно заметить сцену переговоров Завалы, Осириса и неких легионеров Кабал. Но мне больше всего нравится теория о том, что данный символ принадлежит знаменам Дома Света, дружественного Дома Падших, который уже упоминался в сюжете «За гранью света». Я был бы рад куда большим и частым взаимодействиям с падшими, чем просто прокачка репутации у Варикса. Люблю этих ребят. Но так или иначе, это все догадки, и серьезно обсуждать их пока не получается. Так что давайте перейдем к тому, что нам доподлинно известно об анонсированных геймплейных нововведениях. Ну, например, новые налеты. Fallen Saber и Devil Slayer. Это налеты из первой части Destiny, которые располагались на космодроме, который также уже перенесли во вторую часть. Тож, Saber один из самых непростых страйков в игре, так что я с нетерпением жду его возвращения. Кроме старых новых налетов, в 13 сезоне вернется три легендарных оружия из первой части. Пулемет Swarm, автомат Shadow Price и, конечно же, револьвер Palindrome, который был довольно популярен в PvP первой части. Получить это оружие можно будет за прохождение сумрачных налетов на высокой сложности. Это, конечно, здорово, но, на мой взгляд, было бы куда круче вернуть легендарки, привязанные к конкретным налетам. Например, импульсную винтовку Grasp of Malak, которая эксклюзивно падала в страйке Will of Crota, который сейчас в Destiny 2 называется Бесславная. Это оружие узнаваемое, с крутыми перками, и оно реально заставляло формить задания и играть часами напролет. Кроме новых налетов и пушек, нас ждут новые фрагменты и аспекты стазиса. Подкласс Сил Тьмы, который получили наши герои с дополнением за грани света, будет совершенствоваться и получит новые возможности. Так что до 8 февраля убедитесь, что все текущие задания на аспекты у вас уже выполнены. Еще недавно разработчики рассказали о том, что собираются обновить некоторые награды, которые можно заработать на луне или в городе грез. Например, будет перевыпущена броня Рассветные грезы из города грез и погибель сна с луны. Эту броню можно будет добыть с высокими статами в Расколотом Троне или в Яме Ереси, крутых подземельях этих локаций, которые, к сожалению, стали давно заброшены из-за системы Сансета и большой разницы в уровне силы. Кроме сетов брони перевыпустят и несколько пушек. Из города грез, например, будет падать обновленный Долг Пробудившихся, Бессонница, Милость и Старая История, а на луне Предвестие, Еретик, Кощунник и Отступник. Что ж, надеюсь, вы не забыли, как проходить Расколотый Трон. Кроме этого, продолжит развиваться система ротации легендарных и Мастер Затерянных Секторов. Сейчас в таком режиме можно пройти сектора на Космодроме и на Европе. А с началом 13 сезона к ним добавится 4 сектора на луне. Во всех этих секторах также можно будет добывать себе новые экзоты за прохождение в соло, ну или фармить другие мощные награды вместе с командой. Мне эта идея нравится, Затерянных Секторов в игре полно и с повышением их сложности они могут превратиться в настоящий мини-данж для добычи экзотов. Думаю, что рано или поздно в такой ротации окажутся все сектора и сообщество продолжит состязаться в их спидранах. А еще возвращают Теневые Энграмы, поскольку система их фокусировки на конкретное снаряжение так понравилась сообществу. Для того, чтобы не осталось ни у кого никаких вопросов о том, как ими пользоваться, будет даже отдельный короткий квест, который расскажет, как их расшифровывать. Для этого, кстати, призма-преобразователь будет возвращен в башню. Новый преобразователь будет иметь разные страницы для каждого сезона, и вы сможете сфокусировать Энграмы на выбранный вами сезон и лут из него. А некий новый предмет, призматическая линза, поможет максимально точно фокусировать Энграмы на нужную награду. В прошлой статье 2 разработчики еще рассказали об обновленной системе сдачи знаков Горнила. Банжи сообщили, что слышали много жалоб относительно того, как сейчас устроена система наград у вендоров плейлистов. Шакса, скитальца или завалы. И в ответ на эти жалобы сообщества систему поменяли. Давайте посмотрим как. Во-первых, мы добавим по 2 уникальные пушки в каждой из 3 плейлистов, итого 6 за все 3 вида заданий. Это оружие выйдет в дополнение к уже выпущенному в сезоне Охота, и его с небольшой вероятностью можно будет получить по окончанию каждой из этих активностей. Во-вторых, начиная с 13 сезона у ритуальных торговцев в Гамбите и Горниле, доблесть, будут отображаться награды за ранг. В налетах эта функция появится в одном из следующих сезонов. В начале каждого сезона вы увидите линейку наград и будете автоматически продвигаться к каждой из них, играя в соответствующий плейлист. Вот награды за каждый ритуал. Ранг 4 – 3 модуля улучшения, ранг 7 – 3 улучшающих ядра, ранг 10 – сезонный ритуальный шейдер, потом он будет меняться на 3 улучшающих ядра после обнуления ранга. Ранг 13 – улучшающие призмы 2 штуки, ранг 16 – сезонная ритуальная эмблема, которая потом поменяется тоже на 2 улучшающие призмы. Из-за обнуления – высший осколок. Выглядеть это будет примерно вот так. Важно добавить, что из-за этого изменения все ваши накопленные знаки гарнила пропадут с началом следующего сезона, так что я бы рекомендовал вам сдать их как можно скорее и получить хоть легендарных осколков за распыл снаряжения. Ну и если хотите моих впечатлений от этого, то я не в восторге. Вернее, я рад, что изменения с торговцами начались, но ведь ассортимент наград состоит из… из вот этого вот. Эмблема, краска, ядра. А мы ждали вот этого. Еженедельной ротации оружия, например, или пополнение лут-пула торговцев крутым оружием вроде снайперской винтовки и лонг-боу, которая падала очень редко, а с хорошими перками и того реже. Но при этом ее хотели, знали зачем, и лично я формил репутацию Шакса в первой части конкретно ради одной снайперской винтовки. Очень надеюсь, что мы к этому придем как можно скорее. Может с возвращением в старую башню, например. Кстати, об этом. Что это за такая тема вдруг вокруг Таура обсуждается? Возвращение в старую башню? Откуда это пошло? Началось все с этого. Перед вами кубическая текстура, внутриигровой элемент, который смог обнаружить в файлах игры игрок под ником Montaven. Такие текстуры обычно используются для отражений, например, в шлеме или в прицеле. Разрешение тут, конечно, не для настоящей исследовательской зоны. То, что мы видим, это по сути реконструированный старый Тауэр из первой части, который уничтожили кабал Красного Легиона. Тут есть и свой ангар, и какие-то уже лавочки можно посмотреть торговые, и отдельный подъезд с припаркованным кораблем, наверное, для завалы. Ну и, наверное, здесь где-нибудь есть склад грязи и аквадискотека. Но это не точно. Если вы когда-нибудь обращали внимание на старый Тауэр, который видно сейчас из города, то в этом сезоне вокруг него начали появляться строительные леса. А значит, его действительно планируют отстроить заново. Плюс ко всему, мы уже были в старом Тауэре в Destiny 2 во время миссии Час Испытаний, так что восстановить его в файлах игры не будет сложно. Ну и возвращаясь к иконке сезона, это еще одна теория, что символ обозначает башню, над которой, собственно, расположен странник. Я был бы рад появлению нового социального хаба в Destiny, так что будем надеяться и следить за развитием событий. До нового сезона всего пара недель. Пишите, что думаете про старый новый Тауэр, про символ на иконках и еще. Вот тут вот есть кнопка подписаться. Почему ты ее не нажал? Столько роликов посмотрел и все еще нет. Неужели жалко? Давай подписывайся. Ничего важного тогда точно не пропустишь. А у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр, Страж. Удачи тебе и до связи.